Какой же это гость? Это наш парень Илья Онищенко, эксперт по лжи, профайнер. Доброе утро, Илья. Доброе утро, настроение в первую очередь. Хорошо, отлично. Выспался? Да. Тогда расскажи, о ком сегодня будем рассказывать зрителям. Сегодня у нас Владимир Зеленский. О! Да, недавно. Бывший КВНщик, актер и ныне президент Украины. В бытность бывший актер, яркая мимика, отлично проявляются эмоции. Это от него никуда не ушло. И поэтому сейчас его очень интересно изучать. Смотреть за его мимикой во время публичных выступлений, во время его обращений к народу. И сегодня я хочу разобрать недавнее его обращение, которое он сделал. И ту часть обращения, в которой он обратился к Владимиру Путину и предложил поговорить о насущих проблемах. Вот давайте сначала фрагмент этого обращения посмотрим, и потом разберем уже его более подробно. Первое видео. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим. Чи крыль. И кого там нет на Донбассе. К компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Ну вот что вы видели уже? Неплохая компания, я тебе хочу сказать. Жалко, нас не позвали. Ну да. Да. Ну вот по лицу, какие... Ну что-то он хмурит брови. Хмурил брови. Ну на самом деле, я так понимаю, что текст у него был написан. Естественно. По суфлюру, наверное, это все дело. Ну конечно, конечно. Не один раз заучен. Но давайте разбираться по порядку. Но он боится, мне кажется. Он боится того, что он говорит. Это же видно. Уже хорошо, может быть замечательно. Вот смотрите, первое, что нам интересно, это вот буквально первые там 2-3 секунды, когда он переходит именно к обращению к нашему президенту. Давайте посмотрим на этот фрагмент, что у него там, какие реакции. Видите? Прямо идет явное сглатывание, вдох и еще и поджатие губ. То есть это говорит о том, что человек переходит к очень значимой, очень волнительной для него теме. И пытается самоуспокоиться вот в районе рта и сглатывает. Следующее, что нам интересно, когда он произносит имя нашего президента, и в этот момент мы можем прочитать его отношение к тому, кого он называет по имени. Давайте посмотрим этот момент. Обратите внимание вот на вот это вот место. Носогубное. Да, да, да. Я много раз уже показывал, да, что это за эмоции. Это тик нервный. Это эмоция презрения или отвращения. То есть когда он говорит о нашем президенте, то и вот показывает истинное отношение вокруг АГУ. Следующий момент. Ты тоже сходу со мной общаешься так же. Нет, я левая, Сашка, это любовь. Так, дальше. С другой стороны. Следующая интересная ситуация, он оглашает две темы, о которых хочет поговорить. И первая тема – это полуостров Крым. Давайте посмотрим, что у него здесь на лице проявляется. Ну, брови-то вверх уползли. Они не просто уползли вверх. Обратите внимание, на внутренние уголки бровей они приподнимаются, и только они приподнимаются. Это эмоция печали или эмоция потери. Ну, мы понимаем, что стало с полуостровом Крымом. Плюс здесь ещё идёт погашение внутренних сильных негативных эмоций. Сжатые губы. Да, он сжимает. То есть, опять-таки, эмоция потери и нежелательные потери. Следующая реакция. Он говорит здесь о Донбассе. Следующее видео. И обратите внимание, здесь губы сжимаются немножко по-другому. Он их как бы скатывает внутрь. И это уже контроль внутреннего гнева в губах. И брови сжимаются, опускаются. Это гнев в бровях. Ну, и последнее видео. Здесь он называет по имени президента США Дональда Трампа. Давайте посмотрим, что здесь у него происходит. Происходит, да. Тоже обратите внимание на эту носогубную складочку. Вы уже знаете, да. Ну, и плюс ещё тут добавляется эмоция печали. Что, как бы, знаете, такая невербальная просьба. Как бы, помогите. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Человеку что-то надо, у него прямо на лице бровки-домики становится. Он демонстрирует эмоцию печали. Ну, целый спектр. Самое главное, что бровь, что мало чего позитивного. Да, вот об этом как раз ему тоже хотелось бы сказать. Что человек, который сунулся не туда, куда надо. То есть ты всё-таки, думаю, что не на своём он месте. Ты представь, вот ты бы взял и пошёл в президент. А что? Да ты чего? Президент Чувашской АССР вот это, да? Ну, хотя бы надо с чего-то начинать. Тебя изучали бы тут. Да, да, да. Мы бы с ним тебя изучили. Резюмируем. Вот если всё взять, что значит его вот это обращение? Ну, это неуверенность, мне кажется. Я думаю, да. Вот я согласен с Александром в том плане, что это неестественная для него ситуация. Он всё-таки актёр. Это там абсолютно другая среда. И вот у него мимика-то яркая, но внутренние ощущения он пока не может контролировать. Вот всё, как сказать, вылазит, будем так говорить, на его лицо, и он легко читается. Как всегда, Илья, спасибо. Спасибо. Интересно. Я думаю, что вот эти знания всегда можно применять в жизни. Конечно. Теперь я более пристально смотрю за твоими мимика-лицами. Ну, слушай, о женственности платья. Вещи ведь неразделимые, ты знаешь? Да, абсолютно. Вот и Николай Романов сейчас расскажет о том, какое платье выбрать. В горошек или цветочек? Илья. Ну, в горошек или цветочек? В горошек. Неплохо. Давайте будем смотреть. Илья, спасибо.